Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! Сегодня мы на портале Экзегет начинаем чтение книги пророка Сафонии. Книги небольшой по размеру, но великой по содержанию, великой, как и все пророческие книги. Время жизни и служения пророческого Цфаньи, так его имя звучит на еврейском языке, пришлось на непростой период израильской истории. Большая часть его жизни, видимо, приходится на то время, когда Иудей правил нечестивый царь Минаше. Много десятилетнее его царствование было злочестивым. Об этом пишет четвертая книга царств. Он запретил пророков Господних, запретил культ единому истинному Богу. Официальной религией в Иерусалиме в то время было идолопоклонство, ваализм и почитание также ассирийских божеств. Он вел проасирийскую внешнюю политику, и это все сказывалось на духовном состоянии и столицы, которая в третьей главе книги в первом стихе будет названа городом нечистым, оскверненным, притеснителем и вообще всей иудейской страны. Но и даже в эти темные мрачные времена идолопоклонства и нечестия и насилия со стороны власти, даже в эти времена пророческое слово не умолкало. Свидетельством этой, можно сказать, даже подпольной пророческой деятельности является вот эта вот книга пророка Сафонии. Здесь в надписании, в начале первой главы упомянут также Иосия. Иосия – великий царь, святой реформатор, который покончил с идолопоклонством, покончил со всем нечестием, которым характеризовалось время нечестивого царя Минаше. Вот он здесь упомянут и сказано, что слово Господне было к Сафонии, сыну Хусия, сыну Годолии, сыну Амарии, сыну Езекии, во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского. Но если оно и приходилось на, может быть, первые дни и первые годы царствования Иосии, то грозные, суровые обличения, звучащие в этой книге, и то, что Иерусалим называется городом нечестивым, нечистым, не Ниневе, а именно Иерусалим, который должен быть святым градом, Все эти факты говорят о том, что содержание этих пророчеств говорит о том, что большая часть все-таки книги соответствует больше периоду царствования Минаше. Может быть, пророк захватил и первые годы или месяцы царствования Иосии, великого святого царя-реформатора. Мы об этом не знаем. Еще такое косвенное свидетельство в пользу того, что большая часть времени служения пророка Сафонии приходится на царствование Минаше, нечестивого Минасии. Такое косвенное свидетельство содержится, опять же, в книге царств, книге царей. Там сказано, что, начиная с своей реформы, молодой юный реформатор, царь Иосия, обратился вовсе не к Сафонии, не к пророку Сафонии, который, казалось бы, был его современником, а к пророчице Хульде. Хульда — это олдама нашего русского синодального перевода. Ну, как Хульда стала олдамой? Курьез. Ну, вот по-настоящему ее имя звучит Хульда, она Невья, она пророчица. Кстати, Хульда переводится с еврита «крыса» почему-то, почему-то вот эта женщина пророчества носила такое несколько странное имя. И вот к ней обращается царь Иосия за консультацией, и на основе ее, видимо, наставлений, поучений строится вся его реформаторская идеология. Он не обращается к Сафоне. Из этого мы можем заключить, что к тому времени Цфанья, Сафония, уже умер. Итак, после надписания начинается сама пророческая весть, грозное пророческое слово. Прямая речь Господа. «Все истреблю с лица земли, говорит Господь». Пророки не свое слово передают, они передают слово Господне. Коамара Дунай, Неума Дунай. Вот эти вот формулы, вводные или заключительные после пророчеств, они призваны обратить внимание читателей, ну, изначально слушателей, затем читателей книг пророков, на то, что пророк изрекает не свое слово о Господне. Он посредник между Богом и человеком, получает от Бога весть и должен передать ее царю и всему народу, своему израильскому народу. Он, таким образом, является глашатаем божественного слова. Он не может ничего от этого слова отнять и ничего не может к нему прибавить. Его задача — передать неискаженно, четко и достоверно, полностью, без упущений, ту весть, которую он получает от Господа. И эта весть грозная, обличительная и крайне неприятная для слушателей. «Истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивыми, истреблю людей с лица земли, говорит Господь». Все острие проповеди пророка Сафония обращено против израильского народа, и иные народы, иные царства, государства затрагиваются лишь косвенно в этой пророческой вести. Но здесь, в третьем стихе первой главы, мы видим, что божественное наказание имеет глобальный космический масштаб, и истреблению подвергаются не только нечестивые люди, но и, увы, и иные твари божьи. «И простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима, истреблю с места сего остатки Ваала, имя жрецов его со священниками». Вот эти вот Кмарим, жрецы Вааловы, служители Ваала называются чаще всего именно Кмарим, то есть используются термин Кумар, не термин Коэн, не термин священник. И вот Ваализм, когда-то бывший при омридах официальной религии Северного Израильского царства, увы, восторжествовал при царем Иноше нечестивом и в Южном Иудейском царстве. «И Господь истребит Иерусалим, жителей Иерусалима, и вместе с остатками Ваала». Создается впечатление, что третий стих, где говорится об истреблении скота, птиц небесных, соблазнов вместе с нечестивыми, является вводным стихом, является прелюдией к этому четвертому и дальнейшим стихам первой главы. И далее продолжается. «И тех, которые на кровлях поклоняются воинству небесному, и тех поклоняющихся, которые клянутся Господом и клянутся царем своим». Поклонники Ваала не стыдились клясться именем Всевышнего. Здесь священная тетраграмма, четырехбуквенное собственное имя Божие, переведенное на русский язык словом «Господин», словом «Господь». И клянутся царем своим, клянутся Господом на небесах и царем на земле, а в то же время поклоняются воинству небесному. Поклоняются светилам, солнцу, луне, Шемеш, Ярех были божествами у ближневосточных народов. Также звезды являлись предметом поклонения. Но пророки знают, что и Священное Писание нас учит, пророческое слово, тому, что поклоняться надо Творцу, а не твари. И солнце, и луна, и звезды — это лишь творение Божие. Сколь бы ни казались они величественными, человек, как творение Божие, выше этих светил. И солнце выше, и луны, и звезд. Поклоняться надо не звездам и луне, и солнцу, а тому, кто их сотворил. Поклоняться надо Творцу, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. А звезды, солнце и луна созданы не для поклонения, а для того, чтобы служить указателями времен для человека. И человек выше этих светил, как говорилось во время нашего детства в одной бодрой пионерской речевке, полетим на Альтаир, завоюем звездный мир. Ниже человеческого достоинства поклоняться твари, потому что человек выше всех тварей. Выше человека только Творец. Вот ему нужно поклоняться и ему одному служить. А тот, кто не будет ему поклоняться, будет истреблен. И Господь говорит, что истреблю поклоняющихся воинству небесному. И тех, которые отступили от Господа, не искали Господа и не вопрошали о нем. Господа надо искать. Ищите меня, говорят пророки, когда я близко. Умолкни пред лицом Господа Бога, ибо близок день Господень. Уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил кого позвать. Здесь присутствует образ трапезы. Заклание перед трапезой заколают животное для приготовления этой самой трапезы. Но вот здесь заклание вовсе не животных, а заклание людей. И этот образ этой жуткой трапезы, здесь этот образ изображает собой наступление Дня Господня. И Йом, день плюс священная тетраграмма, это термин День Господень, который изначально, видимо, как говорит немецкий библеист Герхард фон Рад, представлял собой термин военно-политический, и обозначался этим термином, этим выражением День Господень, день торжества военного, политического, победы в войне Израиля над другими народами. Но позднее это выражение приобрело исключительно религиозное содержание и является днем торжества правды Божьей над всякой человеческой неправдой. Первым из пророков это выражение вводит в оборот пророк Амос. Он говорит, что напрасно вы желаете Дня Господня, он будет вовсе не днем торжества вашего над врагами, а будет торжеством Господа над вами. И День Господень, говорит Амос, он скорее для вас будет тьмой, нежели светом, поэтому не думайте, что он принесет вам какое-то облегчение или утешение. И вот здесь День Господень — это день гнева, это день божественного наказания для нечестивых, отступивших от завета со своим Господом народа. От тех, которые отступили от Господа и не вопрошали его, не искали его, и не вопрошали о нем. Умолкни пред лицом Господа Бога, хватит уже клясться Господом, творя нечестивые дела, поклоняясь твари вместо Творца, поклоняясь воинству небесному, ты, человек, не имеешь права надеяться на помощь Божию и клясться его святым именем. И будет в День Жертвы Господней, читаем мы дальше, я посещу князей и сыновей царя и всех одевающихся в одежду иноплеменников. Одеваться в одежду иноплеменников было модным во времена царя Минаше, тогда главной силой в Передней Азии, на Ближнем Востоке, была Шур, Ассирия и вот этой сверхдержаве, ее политическому могуществу, ну а заодно и божествам, которых Ассирия экспортировала во все подчиненные страны государства, было модным, это была такая мода. И вот одевались тоже, как иноплеменники. «Посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом». Какой-то здесь обычай, точного значения которого мы не знаем, но который имел явно не заповеданное Богом назначение. Видимо, какой-то обычай, связанный с идолопоклонством, с поклонением Ваалу и прочим ложным божествам. «И будет в тот день, говорит Господь, вопль у ворот рыбных и рыдание у других ворот, и великое разрушение на холмах». Иерусалим стоит на холмах, город находится на возвышенности, и у этого города, у его крепостных стен, множество ворот, одни из которых рыбные. И вот у этих рыбных ворот будет вопль. «Вопль о разрушении. Рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнет весь торговый народ, и истреблены будут обремененные серебром». Прекратится торговля, не будет более торговых операций, производится купли, продажи, обмена, потому что наступит время захвата Иерусалима. Пророк пророчествует о том, что в стены Иерусалима придет война. «И будет в то время», 12 стих, «я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и которые говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла». В пророческой книге у Сафонии звучит обличение религиозного безразличия, идолопоклонство, религиозное безразличие и насилие со стороны власти. Эти обличения звучат регулярно в его книге. «Сидеть на дрожжах» — это значит самодовольно думать, что мы сами себе господа, и вот мы не нуждаемся в Господе, который нам ни добра, ни зла не делает. Мы сами себе хозяева, сами себе господа, что хотим, то и делаем. «И обратятся богатства их в добычу, а дома их в запустение. И они построят дома, а жить в них не будут. Насадят виноградники, а вина из них не будут пить». У жителей Иерусалима были пригородные виноградники за городом, за городскими стенами, и вот эти виноградники насадят, но урожая собрать не успеют. А если и успеют, то вина все равно не будут пить, потому что это вино выпьет их враг, которые захватят Иерусалим, ну а заодно и их виноградники. И все их богатство, которое они накопили, на которое они уповали, на которое они надеялись, оно достанется в добычу врагу. Этим врагом будут уже не ассирийцы, этим врагом будут вавилоняне. И совсем немного остается годов и десятилетий до времени захвата Иерусалима вавилонскими полчищами во главе с Навуходоносором. Далее, с 14 по 18 заключительный стих первой главы книги пророка Сафония звучит единая пророческая речь, посвященная Дню Господню. Это День Господний, Господень великий и страшный, не День утешения, а День наказания, День войны, День поражения на этой войне и День захвата города Иерусалима неприятелем. Этот День Господень пророк называет Днем Гнева. Отсюда, из книги Сафонии, латинское выражение Диес Иры. «Близок великий День Господа, близок и очень поспешает, уже слышен голос Дня Господня, горького запьет тогда и самый храбрый. День Гнева — День сей, День скорби и тесноты, День опустошения и разорения, День тьмы и мрака, День облака и мглы». Шоа, Шоа — опустошение, разорение. «День трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен». Города здесь, а Рим множественного числа здесь имеется в виду, значит, не только Иерусалим, но и другие города, иудеи, укрепленные города. «И я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа, и разметано будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли». Над какими жителями земли? По всей видимости, здесь имеется в виду в ближайшей для пророка перспективе имеется в виду Аарец, земля Израиля, Эрец Исраэль, конкретная земля израильского народа, та земля, которую мы называем святой. А в дальней перспективе, в эсхатологической, видимо, имеется в виду вся земля. И мы с вами, живущие в других землях, в других странах, тоже должны воспринять это пророчество как пророчество, еще имеющее сбыться и над нами тоже. День Господень свершился, когда войска Навуходоносора захватили Иерусалим, сожгли храм и увели ремесленников изнать этого города в Вавилонский плен. Но пророчество Сафонии ждет своего исполнения. Пророк Сафония пророчествует этими словами и о том далеком последнем дне, когда земля увидит свой последний рассвет, как пелось в одной советской песне. И когда наступит суд Божий над землей, когда Господь вторгнется вновь в историю решительно и безжалостно, и наступит Божественный суд, Божественная справедливость, и наступит Второе пришествие Христа, апостол Петр говорит, близок всему конец. У пророков одно и то же пророчество может иметь не одно, а два, три и даже более исполнений. Навуходоносор, римляне, покончившие со вторым Иерусалимским храмом, и то, что наступит уже во вселенском глобальном масштабе, когда наступит День Господень, когда наступит вновь конец истории, все это у пророков в их пророческом видении может сливаться в единую перспективу, в единое пророчество. Но по времени исполнения этих пророческих слов мы видим, что некоторые пророчества еще ждут своего исполнения. Да, а частично они исполнились, но полное и совершенное их исполнение окончательное еще впереди. И, быть может, мы будем с вами, нынешнее наше поколение, будем свидетелями исполнения этих грозных пророческих слов. Запись делается для библейского портала Экзегет. Экзегет.